По благословению правящего архиерея, епископа Ейского и Тимошевского Германа, в Михайло-Архангельском храме города Ейска работает библейский кружок для прихожан. Ведет занятие настоятель храма, благочины Ейского округа церквей, протеерей Роман Дейнега. Был открыт библейский кружок, в первую очередь для того, чтобы люди, которые приходят на богослужение, смогли понимать Евангелие, которое за ним читается. Потому как нерастолкованное Евангелие, непонятное, напоминает непережеванную пищу, которую, впрочем-то, человеку бывает плохо после нее. Поэтому библейский кружок, как способ толкования, разъяснения того Евангелия, который читается за богослужением, является именно тем инструментом, который помогает человеку осознать чтение Евангелия, что в нем содержится и как настроить свою духовную жизнь. Прихожане с удовольствием посещают занятия. Батюшка не только растолковывает непонятные отрывки из Библии, но и находит время для общения с ними. У людей возникают попутно вопросы, и вопросы не только по Евангелию, а и внутренней какой-то духовной жизни православного человека. Поэтому пришлось на полчаса увеличить библейский кружок, заседание библейского кружка, в котором люди могут задать какие-то вопросы насущные по угостроению своей внутренней духовной жизни. Такой повышенный интерес к истокам православия положил начало еще одной традиции – чтение мирянами Евангелия в храме во внеслужебное время. В наше время, которое наблюдается оскудение духовной жизни, все-таки Евангелие наполняло душу человека, входящего в храм, теми смыслами глубокими, которые он наполнен. И те люди, которые читают Евангелие, сами обогащаются, и чтением Евангелия служат на пользу ближним. И постоянное произносимое Евангелие в разных уголках епархии думается невидимым, таинственным образом, действует не только на слушающих, читающих, но вообще на окружающий мир. Поэтому это очень нужное решение правящего архиерея, которое было поддержано очень важно, не только священниками, но и, как сейчас, мы увидели мирянами, которые имеют неподдельный интерес к чтению Евангелия. Чтение Евангелия мирянами во всех храмах Ейской епархии началось со второй седмицы Великого Поста. Читать его может любой желающий, а их становится с каждым днем все больше. Когда я читала Евангелие, меня переполняла большая радость. И в то же время слезы наборачивались на глаза. Вот такое чувство, даже не передать словами, сразу задумываешься о своих грехах, о покаянии. И я очень рада, что я читала Евангелие и думала, что это все писали святые отцы. И было очень на душе так вот одновременно и радостно, и в то же время очень тревожно. Потому что душа очень грешна, и хочется и покаяться, и причаститься. Читай Евангелие, хочешь исправиться, хочешь как-то, чтобы душа осветлилась и стала лучше, и не грешила. Чтение Библии – процесс духовный. Он требует внутренней работы. Не все там лежит на поверхности. Только при чтении мы начинаем постигать, что Господь говорит с нами словами Священного Писания. И сколько ответов на свои сокровенные вопросы можно найти там. Слово Божие живо и действенно, говорится в Библии. Но один при руководстве Церкви находит в нем путь ко спасению, а другие через произвольные толкования впадают в ереси и погибают. Для меня это, конечно, большая награда, что мне доверили читать Евангелие. Я очень честно переживаю, волнуюсь, чтобы я правильно читал, со смыслом, и чтобы все окружающие понимали то, что я читаю. И мне это очень нравится. Это очень интересная душевная книга. Ее читаешь, и, честно говоря, не устаешь ее читать. Священнослужители отмечают, что прихожане очень благоговейно подходят к чтению Евангелия. Один человек тут же сменяет другого. Люди приходят в храм неоднократно, специально для того, чтобы еще раз почувствовать свою причастность к вершине духовной истины. Евангелие в переводе означает «благая весть». Это основная для христиан часть Библии. А Библия – это слово Бога к человеку. Во время чтения Священного Писания нужно сосредоточиться на главном – на ее душе. Душа Библии – Христос. Одно дело – слушать Евангелие в храме, а другое – его читать. Человек, стоящий за налоем, на клиросе, уже воодушевляется внутренне, и благодать Божия действует на него облагораживающе, сообщает ему радость, и все то, что приносит человеку духовное удовлетворение. Чтение Евангелия в храмах и библейские кружки – одно из важных направлений работы по категоризации населения в Ейской епархии. Уже в третий раз в День православной книги Тимошевская земля принимала гостей со всех благочений Ейской епархии. Литературные чтения были посвящены тысячелетию со дня представления святого равноапостольного князя Владимира и носили название «Князь Владимир – цивилизационный выбор Руси». В послании правящего архиерея епископа Ейского и Тимошевского Германа участникам звучали такие слова. Выбор, сделанный князем Владимиром, свыше тысячи лет назад заложил основу цивилизационной модели России, предопределил развитие нашей страны как единого централизованного государства. На протяжении столетий наши предки своим подвижническим служением и радыми подвигами создали великую страну. Программа чтений была разнообразной и вызвала неподдельный интерес участников. Каждый выступающий старался донести до присутствующих свое видение, предложенное ему для доклада темы. Но они не стали сухими отчетами. На трибуне были личности, которые сами пережили и прочувствовали то, о чем говорили. Анализ современного положения в нашей стране говорит о том, что произошел в развитии церкви человека. На данный момент мы просто видим, что церковь не всегда востребована в нашем социуме, не всегда мы религиозно грамотны, не всегда прядово грамотны. И поэтому очень часто тушуемся в храме и обходим его стороной, чтобы нет потребностей. А потребности есть. И большая потребность есть. И вот сейчас перед всеми нами, образованными людьми, стоит большая задача – навести мостики между церковью и человеком. Что может стать мостиком между церковью и человеком? Культура – может. Литература – может. Искусство – может. Образование, воспитание – может, если оно пропитано пониманием Бога. Протеерей Сергей Рыбкин сказал, что благодаря литературе он принял крещение и пришел к вере в 38 лет. Эту мысль продолжила в своем докладе кандидат филологических наук Светлана Сацкая, отметив, что у каждого свой путь к вере, главное, чтобы он был. Внимание всего зала было приковано к выступлению преподавателя Кубанского государственного университета Валерии Сайченко. Она, словами писателя Достоевского и преподобного Иустина, говорила об опасности влияния идей католичества на современный мир. Утраченный на Западе образ Христа сохранился во всем свете чистоты своих православий. И, может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах человечества состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, когда придет время, явить ей этот образ миру, потерявшему пути своим. Вот он, Владимирский выбор, который мы должны хранить. И самое последнее, о верности этому самому выбору, который совершил равноапостольный князь Владимир. Слова русского классика особенно актуальны сейчас, когда противостояние стало наиболее ярко выраженным. Я думаю, что Достоевский был против именно католической идеи, потому что он, как никто, ощущал угрозу, идущую с Запада. Я полагаю, что обращение к этой теме сейчас, спустя, в общем-то, уже достаточное количество лет после Достоевского, актуально именно в связи с тем, что мы видим те риски, о которых Достоевский нас предупреждал. И у нас есть еще шанс не допустить впадения вот в эту ереси латинства, я говорю высоким слогом, так сказать, положение обязывает. И мне кажется, что очень важно понимать вот эту тонкость угрозы, которую предупреждал Достоевский. Как прийти современному педагогу к вере? Тема еще одного доклада. Ответ. Нужно побольше читать, но не нужно искать истины в тексте, нужно читать его в свете истины. О том, что священнослужители не радуют приход в церковь людей с желанием там решить свои проблемы, говорил и ремонах Свято-Духово монастыря. Не получив желаемого, они только числятся крещенными и православными. Доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного университета Андрей Остапенко не первый раз выступает на чтениях. Его речь всегда по-актерски ярка и эмоциональна. Кто есть современный учитель, урокодатель, предметник или ответственный за мировоззрение, задается он вопросом. Не надо слепо копировать запад, у нас есть свои прекрасные педагогические наработки. Наконец-то произойдет это импортозамещение и мы отходимся от этих заморских уже не новшеств с неприятными аббревиатурами типа ЕГЭ, баллонская система, которая формирует интеллектуальных баллонов и прочих нелепостей, которые столь внедрили в наше образование до такой степени, что уже все было. Педагоги, а их было немало в зале, аплодисментами встретили эти слова. Чтение оставили очень хорошее впечатление, доклады были насыщенные и очень понравилось выступление Остапенко. Действительно, проблема образования волнует сейчас очень многих и чем это закончится для нас, мы, конечно, мы в растерянности. Хочется, чтобы образование вернулось к своей истинной цели учить и воспитывать детей, а не заниматься с бумагами. Завершились чтения выступления представителей ейского литературного объединения Парус. Выступили поэты, барды, пели дети. Наш правящий ладык, епископ ейский Тимошевский Герман сразу определил, благословляя наше чтение, цель, как слово Божье помогает современному человеку обрести веру. И то, что мы сегодня услышали, великолепнейшие доклады, научные, богословские, удивительные стихи, великолепные произведения. Мы видели, как аудитория откликнулась. Мы не ложились в регламент практически три часа. Но люди с удовольствием слушали, смотрели и видите, с какой благодарностью ходят. Я думаю, что цель достигнута. Все, что участники увидели и услышали на чтениях, еще будет обсуждаться с коллегами и друзьями дома, использоваться в работе. А это значит, что слово в широком его понимании упало на благодатную почву. В жизни человека часто приходят события, которые не сразу понятны ему и живущим вокруг него. Даже когда человек, бывает, приходит в церковь, приходит к вере и делает благие дела, вдруг его посещают какие-то несчастья. И человек не наумевает, почему? Я же ведь к Богу вроде бы иду, как бы стараюсь сделать людям благие дела, помогать людям. И вдруг вот такое. И человек начинает сомневаться, может даже и в выборе, в правильности выбора своего, правильно ли он поступает, или посвящается мнение его веры в Бога. Но есть такая притча, которая раскрывает некоторые события. Два ангела, два путника шли путем и пришли в дом богатого. Богатый встретил их плохо, угостил их только черстым хлебом и отправил ночевать в подвал там, где жили крысы. И один из ангелов всю ночь работал, не покладая рук, закладывал дру в стене, а наутром, рано утром они ушли. По скончании дня прибыли в дом бедняка. Бедняк встретил с радостью, угостил всем, что имел, поставил лучшую на стол и на кровать хозяйскую их уложили спать. А утром, когда проснулись, узнали, что корова хозяйская издохла. И младший ангел, обращаясь к старшему, сказал, в доме богатого, где нас плохо встретили и отправили крысам спать, ты там чинил стену богатого. А здесь, где нас зрители доброжелательны, ты не мог вымолить корову бедняка. На что старший ангел сказал, этой ночью я не спыхал о чьей и молился, потому что пришла смерть за женой хозяйская. И нечего было взамен предложить, кроме как корову. И вот тут сразу становится понятным, что из всего происходящего в нашей жизни могло быть намного хуже, чем произошло, что ни Господь, ни ангелы нас не оставляют без своей помощи. Просто мы не видим того невидимой борьбы, невидимого мира, который присутствует рядом с нами. 6 марта 1848 года император Николай I подписал указ об открытии на Азовском море в пределах войска Черноморского портового города Ейск. Судьба распорядилась так, что именно в этот день, много лет спустя, в 1930 году в Ейске родился человек, который прославил маленький провинциальный город. Евгению Александровичу Котенко, известному ученому, лауреату государственной премии СССР, академику горных наук, почетному гражданину Ейска и Ейского района, поэту, писателю в этом году исполнилось бы 85 лет. Всю свою жизнь, даже работая за границей, работая в Москве, он помнил о своей малой родине. Я бы очень хотел, чтобы вы любили Ейск, независимо от того, где вы будете. Вы закончите школу, вы будете трудиться в Москве, в Питере, в Ростове, в Краснодаре, чтобы вы помнили свою малую родину, наш любимый город Ейск. Памятник Евгению Котенко, у которого в день его юбилея прошла торжественная линейка, находится во дворе лицея номер 4. В прошлом году этому учебному заведению присвоено имя нашего знаменитого земляка. Стоит жить, чтобы землю врезать, взгляд поглубже, позаметь, чтобы твое осталось дело, словно туп тысячелетний. Мировоззрение Евгения Александровича формировалось в атеистическое время. Однако, уже будучи известным ученым, он все-таки нашел свою дорогу к храму. Это ему принадлежат слова. Православие воспитывает в человеке духовность, интеллигентность, благородство и чистоту души. Все эти черты были присущи и самому Евгению Котенко. Если открыть наши мюнциклопедические издания, то мы читаем и знаем о том человеке, что он был ученым, писателем, поэтом, конструктором, изобретателем. И, на мой взгляд, это очень важно, чтобы он был патриот. Мне бы хотелось, чтобы вы, обучаясь в этом лицее и после его окончания, достигли тех же высот, каких достиг и он. А он достиг благодаря в учебе хорошей, конечно, и стремлениям в жизни к определенным целям. Поэтому жизнь должна быть обязательно целью. Благодарные жители города решили отметить юбилейный день рождения своего знаменитого земляка открытием музея замечательных ячан имени Евгения Котенко. Спасибо управлению образованием и вообще четвертой школе, что они сказали, ну где же делать музей, если не в нашей школе? Выделили нам вот это помещение. Очень помогли, конечно же, волонтеры. Это все наши благотворители, все наши спонсоры. Там присутствует в данном случае рамочка, табличка с нашей искренней благодарностью всем людям, которые помогли в осуществлении нашей идеи. Когда мы начинали, нам пришлось снести все. Стены, пол, потому что ребята сказали конкретно, делаем один раз и на века. Это будет образец школьного прекрасного светлого музея, музея памяти нашего замечательного земляка Евгения Александровича Котенко. Музей памяти Евгения Котенко заслуга всех неравнодушных людей, которые считают, что жизнь такого человека должна стать примером для подрастающего поколения. Этот небольшой, но интересный, насыщенный раритетными экспонатами музей можно назвать музеем одной книги, главной в творчестве писателя Евгения Котенко. В ней он прославил своих земляков, среди которых актриса Нона Морлюкова, режиссер Сергей Бондарчук, известный архитектор Борис Тхор, космонав Владимир Женебеков, музыкант Олег Акуратов и многие другие жители нашего города, внесшие достойный вклад в его историю. В преддверии 70-летия великой победы нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками выходит новый сборник избранных стихов Евгения Александровича о военном времени названы «Земляки мои и чане, опаленные войной». Литературное наследство Евгения Александровича столь велико, что инициатива работников Центральной городской библиотеки о присвоении ей имени Евгения Котенко была сразу же поддержана управлением культуры города. И в дни празднования его юбилея состоялось еще одно важное событие в жизни Ейска. 2015 год объявлен президентом Российской Федерации годом литературы. Это великий и судьбоносный год для всей культуры и литературы нашей страны. Мы очень рады, что нам в этот день сделали такой замечательный подарок. Подарок очень ценный в виде присвоения имени нашего знаменитого и я не побоюсь даже этого слова сказать великого земляка Евгения Александровича Котенко. Вдова писателя Елена Ивановна Котенко живущая в Москве пообещала создать библиотеке отдельный книжный фонд Евгения Александровича из его домашнего личного собрания где будут представлены подарочные издания известных земляков а также редкие книги по истории и искусству. Она уверена, что библиотека станет еще более привлекательной для молодежи и превратится в современный информационно-культурный центр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин